Почему происходит снижение возможностей головного мозга? Что делать для сохранения ясности ума? Рассказать простые рецепты? Досмотрите видео до конца и узнаете простые средства для поддержания активности работы центральной нервной системы. У всех людей потенциал работы головного мозга разной. Однако память, внимание, умственную работоспособность можно поддерживать, выполняя некоторые упражнения и употребляя определенные продукты. Почему происходит снижение активности головного мозга? Клетки головного мозга постоянно испытывают на себе влияние окружающей среды. С возрастом происходит накопление в организме токсинов, ухудшается кровоток, снижается интенсивность поступления кислорода. Все эти факторы приводят к понижению функциональных возможностей клеток головного мозга, а это проявляется в нарушении памяти, внимания, снижении возможностей к обучению. Что делать для сохранения ясности ума? Чтобы головной мозг долго и активно работал, нужно постоянно тренировать его. И делать это надо в любом возрасте. Также помогут некоторые простые упражнения употребления продуктов, содержащих необходимые для клеток головного мозга вещества. Самыми простыми упражнениями являются такие, которые тренируют память. Проводить их надо ежедневно, уделяя буквально 10-15 минут своего времени. Гимнастика для ума проводится следующим образом. Называйте подряд, присваивая очередной номер 20 женских имен. Теперь то же самое проделайте с мужскими именами. Перечислите 20 продуктов. Назовите 20 слов, начинающихся с одной буквы. Произносить слова надо вслух, можно шепотом, следует не отвлекаться, не делать большие перерывы между словами. Поможет в тренировке головного мозга посещение магазина без списка необходимых продуктов. Надо запоминать. Также хорошо тренирует память, а это первое, что начинает давать сбои, выучивание стихов. Какое упражнение? Проще всего делать следующее – полоскать полость рта в течение 10 минут. Это несложное занятие активизирует центральную нервную систему, происходит рефлекторное возбуждение, распространяющееся из полости рта от языка на головной мозг. Какие продукты? Для того, чтобы голова сохраняла адекватное мышление, необходимо не менее двух раз в неделю есть рыбу, содержащую жирные кислоты. Также стоит употреблять орехи и семечки, в которых много витаминов, стимулирующих клетки головного мозга. И еще, конечно, фрукты и овощи, в которых есть вода, минералы и биологически активные вещества. Можно воспользоваться следующими рецептами. Первое. Хрен с лимоном. Смешать натертый хрен, его надо сделать где-то половину стакана, с перетертыми тремя лимонами. Их не надо чистить, только удалить косточки с тремя столовыми ложками жидкого меда. Все это надо перемешать и дать настояться в холодильнике в течение 20 дней, потом принимать по маленькой ложке два раза в день. Второе. Смешать в равных пропорциях сок, выжатый из репчатого лука и меда, принимать по 20 мл перед едой три раза в день. Различных рецептов для поддержания работы головного мозга достаточно много, но еще немаловажно отказаться от вредных привычек. Следует не курить и не употреблять алкоголь. Ведь эти вещества наносят огромный вред клеткам головного мозга, вызывая прямое токсическое действие и ухудшая кровоснабжение и доставку кислорода. Берегите себя, откажитесь от вредных привычек и тренируйте память и внимание, тогда до глубокой старости проблем с головой не будет.